В эфире телеканала ННТ новости Дагестана, в студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Протаранил несколько машин и съехал на обочину. О крупном ДТП, произошедшем в Избербаше, расскажем в самом начале. Дагестана. 450 голов более 30 разных пород из 26 регионов России. В Дагестане стартовала одна из самых крупных российских выставок племенных овец и коз. 10 тысяч паломников из Дагестана поедут в этом году на святые земли Мекки и Медины. Все подробности предстоящих хадж-компаний смотрите в выпуске. Я – горец, я – горянка. Творческий конкурс под таким названием впервые прошел в Махачкале. В Избербаше произошла массовая авария с участием грузового автомобиля. КамАЗ на полной скорости протаранил несколько машин и съехал на обочину. 73-летний водитель КамАЗа находится в больнице, а девушка 93-го года рождения и таксист, которые стояли у обочины, погибли. По одной из версий, грузовик был перегружен на 14 тонн, вследствие чего у автотранспорта отказали тормоза. В Дагестане стартовала одна из самых крупных российских выставок племенных овец и коз. В ней принимают участие делегации из 26 регионов страны. На площадке представлены порядка 450 голов более 30 разных пород. Кроме того, впервые республика показала и нововыведенных молочных овец. Самая перспективная из них – это помесь домашней козы и дагестанского тура. Новые породы представили и другие субъекты – это набиан, кутумская и мириноленда. Выставка продлится до 19 мая. Проходит она в Каспийске на Анжи-арене. В республике активно идут ремонты дорог в рамках реализации государственной программы Министерства транспорта Дагестана. В их числе и объекты местного значения. В частности, работы начались на 6-километровом участке дороги Курукал-Хнов. Ежедневно на объекте задействовано 25 единиц спецтехники. Завершение работ запланировано на конец июня текущего года. 8 июня состоится первый рейс из Дагестана на святые земли Мекки и Медины. Всего с нашего региона в Хадж в этом году отправится 10 тысяч верующих. Об этом и многом другом говорили на встрече с журналистами-представителями нации и муфтията региона. Подробнее об этом в сюжете наших корреспондентов. Подготовительные работы завершены на 80%. Квота, выделенная для Дагестана, в количестве 10 тысяч уже заполнена. Совсем скоро начнут формировать группы и рейсы. Первый вылет паломников для совершения хаджа намечен на 8 июня. Все организационные моменты мы провели. Я имею ввиду это и совещание на уровне вице-премьера, и совещание в министерстве у нас по национальной политике и делам религии. И подключены все министерства, ведомства, которые так или иначе связаны с организацией хаджа. Чтобы они совершили в полном здравии, вернулись живыми и здоровыми. Известно, что существует две визы для посещения Саудовской Аравии – туристическая и хадж-виза. Однако совершить хадж будет запрещено, открыв лишь туристическую визу. Это может грозить штрафами депортации со стороны Саудовской Аравии. Об этом сообщил заместитель муфтия республики. Если со стороны шариата религии взять, зачем поехать это запрещено, Саудовская Аравия говорит, у них такие правила. Вот он не купил место, он же туда приходит, он значит занимает чужое место. Второе, когда их закон гласит, что обязательно, если ты хочешь приехать в хадж, для них специальная виза, для них специальные цены, оплачь и приезжать. Среди тех стран, которым разрешено открыть электронную визу, их очень мало. Среди них находится Россия. Если, для Аллах, такие казачки, их там поймают, в Россию попадут в черный список. И нам, как и в прошлые годы, нам сказали, хотите поехать в хадж, отправляйте паспорт, это конкурсус у Москвы. Это для нас очень большой потери времени. И в результате увеличение стоимости этой поездки. Один из вопросов, который также интересовал журналистов, это стоимость хаджа. В этом году прямой рейс через Марватур стоит 5500 долларов, а комбинированный 4700 долларов. Цены в первую очередь диктует принимающая сторона. Этим объясняется повышение, отметил представитель Муфтията региона. В первую очередь, что обслуживание паломников в Саводской Аравии, которая была около 300 долларов, сейчас она стоит 1600 долларов. Обслуживание паломников. Еда, минар Арафа, она стоит 290 долларов. Это тоже обязательно, когда мы визу получаем, это тоже надо оплатить. Потому что сейчас, как министр сказал нам, это электронная виза, это тоже для России большой плюс. Потому что не всем странам разрешено открывать электронную визу. А когда совершают малый хадж, у нас вот самолет, этот второй, вторник, повез там полный самолет, 87 человек. Через 2 недели следующая группа туда вылетает, их обряд забрает. За чартеры, да, загруженные. А хадж, вот, сперва половину отходят, потом пустой возвращается, потом пустой прилетает. И забирает. И вот, и здесь, все это. И второй момент, как уже мы сами в Дагестане тоже видим, у нас сейчас вот эти гостиницы, а уже сезонные цены. Я говорю, там, 3000 может быть. А в мае уже там 6000. В ходе пресс-конференции также было отмечено, что единственная надежная хадж-компания на сегодняшний день, которая имеет право отправлять паломников из Дагестана, является Марва Тур. Я в прошлом году сам, по воле Всевышнего Аллаха, совершил хадж, и там посещал хадж-миссию российскую. И представитель хадж-миссии говорил о том, что самое надежное, самое крупное, самое, которое может организованно провести хадж на первом месте, это Марва Тур. И поэтому я сам, как обычный паломник, проверил, скажем так, условия жизни, быта, транспортировка, как организовано. Там я, по крайней мере, в прошлом году ни от одного человека не получил ни от одной жалобы. Хамз Нурмагвидов, Халида Ахмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. А вот получить загранпаспорта паломники смогут в ускоренном темпе. Об этом в ходе встречи с представителями муфтията Дагестана и хадж-компании Марва Тур сообщил руководитель миграционной службы МВД республики. После подачи заявления, намеревающие совершить хадж в этом году, получат на руки загранпаспорт за 15 дней. Для этого гражданин должен обратиться либо напрямую в миграционную службу, либо заполнить анкету через портал госуслуг. Напомним, что первый рейс из Дагестана в хадж запланирован на 8 июня. Готовы день и ночь прийти на помощь паломникам. Для этого мы уже который раз озвучили и озвучили, перешли на двухсменный режим работы. Это впервые в России. Это только одна цель, чтобы помочь нашим дагестанцам, чтобы они вовремя выехали хадж. Никто не должен переживать. И если это согласование прошло, на следующий день они получают паспорта. Мы там озвучили, дополнительно сообщаем для наших жителей. Если надо, мы будем ездить по городам и селам тоже. Пятилетные паспорта оформляют и выдавать вообще проблем нет. Тоже согласовали. Все вопросы согласовывали. И есть одна большая просьба нашим дагестанцам. Терпение. Пусть делается сабор. Если Всевышний вас туда призвал, вы поедете туда. Я – горец, я – горянка. Творческий конкурс под таким названием впервые прошел в Махачкале. Участие в нем принимали студенты средних специальных учебных заведений города, которые представили обычаи, культуры и традиции десяти народов республики. Конкурс проводится с целью воспитания молодежи на основе многовековых устоев дагестанцев и сохранения регионального культурного наследия. Рассказы об этнических особенностях своей нации, викторины, национальные танцы и игры на музыкальных инструментах. Конкурсная программа была насыщенной и затрагивала все сферы культуры. Завершилось истязание кулинарным поединком, где конкурсанты представили одно из старинных национальных блюд, приготовленное ими собственноручно. И в заключение о спорте. Встретили как героев. В Дагестан вернулись триумфаторы чемпионата мира по боксу, прошедшего в Ташкенте. Там золото в копилку сборной России принесли только махачкалинцы Муслим Гаджимагомедов и Шарабудин Атаев. На малой родине спортсменов устроили большой торжественный прием. Ретромобили, плакаты, сотни болельщиков и первые живые подарки. Как все было, расскажет Курбан Рагимов. Длительные сборы, тяжелые поединки и многочасовые перелеты. И теперь все это позади. Боксеры Муслим Гаджимагомедов и Шарабудин Атаев вернулись домой с чувством выполненного долга. В Ташкенте они показали стопроцентный результат. Завоеваны две медали высшей пробы. Оба спортсмена – воспитанники столичной школы имени Али Алиева. Секрета никакого нет. Мы все работаем. Наверное, все эти 13 членов сборной команды тоже ехали туда за золотом. Ну, так получилось, что выиграли наши. Наверное, более удачливыми оказались наши. Тут ничего такого нет. Это спорт. Кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Уже с завтрашнего дня они приступают к тренировкам, потому что большие планы передей, олимпиада. Из здания аэропорта до встречи с болельщиками на роскошном ретро-мобиле. Чемпионов встречают бурными овациями. Приехали около полутысячи человек. В основном это друзья, одноклубники, родные из Тляратинского и Карабудахкентского районов. Спортсмены признаются, именно таких эмоций им не хватало в Ташкенте. На самом деле, не думал, что такая сильная поддержка будет. Огромное спасибо всем, кто приехал. Даже приехали с района, с моего родного села. Пять-шесть часов пути ехали до Махачкалы. Одну шесть лет спасибо огромное всем, кто приехал. Спасибо. Да, на самом деле, не только с травмой стоит выиграть. Даже без ноги можно будет такую поддержку выиграть. Если Муслим Гаджи Магомедов уже побеждал на аналогичных соревнованиях, то Шарабутин Атаев привозит золото впервые. Причем в финале ученик Рашидбека Ахмедова и Султана Бегетинова взял реванш у представителя Азербайджана Лорена Альфонса. Именно он два года назад в Белграде лишил Атаева шансов на медаль. На тот же момент я чувствовал, что могу выиграть чемпионат мира. Просто немного опыта не хватило. И я знал, что если в следующий раз приеду сюда, я завоюю здесь золото. Поэтому мы хорошо изучили соперника. После первого боя с ним мы сделали работу над ошибками. И более тактично подошли к бою и сумели выиграть. В ходе встречи спортсменов поздравили представители органов власти и федерации бокса. Министр спорта Сажид Сажидов назвал выступление наших боксеров триумфальным. Сегодня знаменательный день для республики, потому что у нас два чемпиона мира и первый и двухкратный чемпион мира по боксу в нашей республике. Это исторический момент. Поэтому я хочу поздравить и поблагодарить за ту работу личных тренеров наших этих ребят, за их характер, мужество и за то, что через они прошли. И порадовали нас всех с вами. После официальной части уходить никто не спешил. Спортсменов ждали приятные хлопоты. Каждый болельщик хочет лично поздравить и сделать памятное фото. Чествование продолжилось на российской выставке племенных овец и коз в Каспийске. Здесь спортсменов поздравили по-дагестански. Помимо госнаград подарили породистых овец. Пожалуй, это самый необычный презент, который когда-либо дарили чемпионам мира. Сегодня непонятные автомобили с непонятной эмблемой ничего не значит для нашего российского народа. Для нас во всем. Что значит ваше все. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ. На этом я с вами прощаюсь. Наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова